КАРИДАТ КАНЕЛОН Оригинальная история Хосе Симона Эскалоне. В ролях Элиса Эскамес, Милдред Кирос, Пабло Мартин и другие. КАРИДАТ КАНЕЛОН КАРИДАТ КАНЕЛОН КОМПОЗИТОР ДАВИД МОНТОРО ПРОДЮЦЕР ВИКТОР ФЕРНАНДЕС РЕЖИССЁР ХОСЕ ЭЛКАЛДЕ Хоан Перинча, ты принёс перец? Это я, Мруанте. Я сделаю всё, чтобы твоя жизнь изменилась в лучшую сторону. Зачем ты пришёл? Убедиться, что ты хорошо провела ночь. Ради Бога. Нам не о чём говорить. Я пришёл рассказать тебе о своём решении в отношении Хисуса и Лавизны. Это правда, Мимина. Хосе Мигель забыл обо мне и обо всём, что было между нами. Он меня больше не любит. Ребекейта, дочка. Всё подтвердилось. Вчера мы разговаривали. И что он сказал? Ничего нового. Он меня разлюбил и теперь видит во мне лишь подругу. По-настоящему он любит только Сальвахи. Это я виновата. Я виновата. Я не должна была уезжать на такой срок. Мне не следовало надеяться на то, что Хосе Мигель меня дождётся. Ребекейта, не говори так. Ещё не всё потеряно. Поверь мне. Да нет. Дочка, ни Хосе Ангель, ни я не согласимся на этот брак. Ты должна бороться вместе с нами. Мы на твоей стороне. Тогда зачем вы пригласили Сальвахи и её отца в Каракас, чтобы не ссориться с Хосе Мигелем? Мы уже говорили об этом. Дочка, запомни. Мой сын не женится на какой-то простушке. Мама, сегодня приезжает Сальвахи со своим папой. Как я рада. Я на тебя рассчитываю, мама. Ей надо устроить хорошую встречу. Я не могу быть спокойным, даже когда я вижу тебя в этой одежде. Сколько бы я не внушал себе, что ты меня не любишь, я не смогу забыть твоё дыхание, твои поцелуи, твой голос. По-моему, не время говорить о любви. Тебе стоит подумать о Диаманте, о том, что с ней случилось. Я говорю о том, что чувствую, Лариза. Придётся изменить свои чувства. У вас будет ребёнок. И это слишком ответственно. И потом между нами всё кончилось. А я не согласен. Я этого не хочу. Ты должен остаться с Диаманте. Мне нельзя быть с тобой. Я уже всё решила. Иисус Феррер сделал мне предложение, и я его приму. Я выйду замуж за Иисуса. Я решила. Я выхожу замуж. И ни ты, ни остальные не заставят меня изменить своего решения. Посмотри мне в глаза. И повтори ещё раз. Скажи, что ты выходишь за Феррера по любви. Скажи, что любишь его так же, как и меня. Да ты просто слепой. Твои чувства ко мне – это страсть, а не любовь. Поэтому ты не понимаешь, что у тебя уже есть жена и ребёнок, которым ты очень нужен. Диаман, ты не проблема. Вчера она и ребёнок чуть не погибли. А ты так беспокоился обо мне, что даже не помог им. Я никогда не был ни безответственным, ни жестоким. И ты это знаешь. Ты пытаешься скрыть от меня правду. Твоё тело дрожит, ощущая моя близость. Твои губы ждут моих поцелуев. Твои глаза не могут не смотреть на меня. Я не люблю тебя. Ты меня любишь. Я знаю, что любишь. Я чувствую это по твоим рукам. Они предают тебя. Им хочется коснуться меня. Обнять. Почувствовать меня. Нет. Я люблю... Люблю Хисуса Феррера. Посмотри на меня. Это правда. Ты любишь меня. Хватит пива. Ты больше не будешь распоряжаться судьбой моих близких. Ловизна и Хисус никогда не поженятся. И все же мне кажется, что Ловизна думает иначе. Не забывай, что твоя дочь обязана жизнью Хисусу. Я хочу создать новую семью. Ты никогда не получишь моего согласия. Я не хочу, чтобы моя дочь была несчастной. Мы слишком многим обязаны нашим детям. Представь, я считаю Хисуса своим сыном. И вот я обязан жизнью Ловизне, а Ловизна Хисусу. Хисус твоя копия. Я не желаю дочке такого счастья. Я пришел с миром, Руанта. Я собираюсь проинвестировать этот проект. Пусть бар Сапуара процветает, и в нем царит домашняя атмосфера. До каких пор ты будешь мне угрожать? Как долго ты будешь меня преследовать? Пока ты не начнешь меня слушаться. Пока не перейдешь на мою сторону. Я не соглашусь на эту свадьбу. Даже не мечтай. Ты только представь эту картину. Хисус женат на Ловизне. Они живут в моем доме. Сначала ты их навещаешь, потом перебираешься ко мне. Не говори, что ты никогда не мечтала об этом. Уходи. Я хочу, чтобы ты помогла мне с сыном. Уходи отсюда, Пио. Хорошо. Я не сомневаюсь, что со временем твоя любовь ко мне усилится. Я не хочу, чтобы ты препятствовал отношениям Ловизны и Хисуса. Если ты не желаешь по-хорошему, значит, будет по-плохому. Мне придется купить Ловизну. Так же, как и тебя. Я женюсь на Ловизне, Диаманта. Я не желаю, чтобы в будущем у нас возникли трудности. Прошу тебя, ответь мне. Я или не я отец ребенка, которого ты ждешь? Ловизна согласилась выйти за тебя замуж? Это не твое дело, Диаманта. Ответь на мой вопрос. Я только хотела узнать, не нужно ли тебя поздравить. Господи. Диаманта, я не шучу. Я тебя предупредил. Потом не приходи ко мне и ничего не требуй для своего ребенка. Я не несу за него никакой ответственности. А если я отвечу да? Если я скажу, что ребенок от тебя? Ты позаботишься о нем и обо мне. Ты пойдешь против моего дяди? Разговор не об этом, Диаманта. Если ты узнаешь, что ребенок твой, ты откажешься от своего плана жениться на Ловизне? Что ты предпримешь? Ты увезешь меня отсюда? Мы вместе уедем туда, где пиво не сможет нас достать? Кто отец ребенка, Диаманта? Дотронься. Узнай. Что ты чувствуешь? Смелее. Не бойся, Хисус. Диаманта, скажи мне правду. Правду! Я хочу знать правду! Все зависит от тебя. Не глупи, Диаманта. Ты должна знать. Скажи мне правду! Тебе решать. Или забудь о своих сомнениях и позволь Оренока стать отцом. Или, если ты считаешь, что ребенок твой, бери всю ответственность на себя. Не женись на Ловизне. Неужели некому подойти к телефону? Алло? Хосе Мингель, любимый. Сальвахи, дорогая, все уже готово. Можешь ехать с отцом в аэропорт и забрать билеты. Как же так, Хосе Мингель? Папа уже купил билеты. Мы поедем на автобусе. Кроме того, я не могу позволить, чтобы ты на меня тратился. Твой папа будет мне потом выговаривать? Он ничего не скажет. А мама готовит тебе грандиозную встречу. Дорогая, я больше не вынесу. Послушай, вешай трубку, бери отца и поезжайте в аэропорт. Мне не терпится тебя увидеть. А как остальные? Кто именно? Ну, я имела в виду твою невесту. На самом деле, мы давно не виделись, потому что моя невеста осталась в Гуаяне. И, насколько я понял, она не хочет сесть в самолет и прилететь сюда. Хосе Мингель, я говорю о Ребеке. Сальвахи, ты не должна к ней ревновать. Ты ее видел? Конечно, мы соседи. И потом она ухаживала за мамой. Она там? Да нет, не твоя мама. Ребекка, вы говорили? Она похорошела. Ты рассказал ей о нас. Что она сказала? Ты тарахтишь, как пулемет, пожалуйста. Забудь о Ребеке. Послушай, поторопись, ты опоздаешь на самолет. Поторопись. Хорошо. Я тоже тебя люблю. Пока. Он ничего не ответил. Я больше не вынесу этой неизвестности. Очень красиво. Ты даже не зашла в полицию, чтобы поддержать Лансарот и... Что? Нет, папа. По мне, так пусть он сгниет в тюрьме. Не говори так, дочка. Я не стану терять время на Лансароте, папа. Сделай одолжение, собери чемодан. Звонил Хосе Мигель. Он заказал нам билеты. Мы едем в Каракас. Подготовься. Вот что имеет значение. Ты не притворяешься. Я знаю, ты меня любишь. Я знаю. Нет. Нет, хватит поцелуя. Довольно. Отпусти меня. Пожалуйста, мне больно. Ты меня любишь. Я знаю. Ради Бога, не мучай меня, пожалуйста. Это не мучение. Это счастье. Ты и я вместе. Наперекор всему. Хватит, пожалуйста. Ты выйдешь за другого, но всегда будешь любить меня. Оставь меня. Оставь меня. Что здесь происходит? Да, солидат, Лавизна выйдет замуж за Хисуса Ферреры. Несмотря на свою любовь к Ириноку, несмотря на мои советы. Дело в том, что этот человек пользуется любыми средствами. Даже угрозы Пио он использует в своих интересах. Крестная Лавизна не может выйти замуж без любви. Проблема в том и заключается, что это будет брак по любви. Обиды и разочарования в Ириноку толкают ее на подобное безумие. Она спешит, крестная. Она свяжет жизнь с человеком, которого не любит. Она не может выйти замуж за инженера. Солидат, я знаю свою дочь. В замужестве она видит не только избавление от страданий, причиненных ей Ириноку, но и попытку спасти меня от Пио, от его посягательств. Да, конечно, Лавизне очень плохо. Она была потрясена, когда увидела вас в доме Пио Эриса. Она не представляет, какие чувства пробуждают в вас этот человек, крестная. Какие еще чувства, Солидат? Не отрицайте, крестная. Я не могу чувствовать, я должна бороться, я должна помешать браку Лавизны и Хисуса. Моя дочь не должна приближаться к Пио. Он был здесь, хозяйка. Этот убийца явился сюда и прикинулся невинной овечкой, но я схватила ножницы и приперла его к стенке. Селия, он тебя ударил? Ударить он меня не ударил. К тому же я успела спрятать деньги за стойкой. Хорошо, что я уже в годах, иначе по лицу видно. Он садист! Селия, ты уверена, что Орлэндо это лансароте? Нет, не торопись с ответом. Подумай как следует. Может быть, они просто... просто похожи. Ничего подобного. Лансароте это лансароте. Уж я-то знаю. Я столько раз выгоняла его отсюда, когда он ухаживал за моей хозяйкой Бабелонией. Нет, господи. И все-таки это он. Этот человек маньяк. Он ухаживал за вами после того, как убил вашу сестру. Я его ненавижу, Селия. Я ненавижу его всем сердцем. Клянусь тебе, на этот раз ему не уйти. Клянусь, я сделаю так, что его посадят, и он не выйдет на свободу. Пусть его отправят в тюрьму. Самую худшую камеру. Без воды, без света, без еды. Пусть его убьют. Не волнуйся. Орлэнсарота заплатит за убийство моей сестры. Ты должна мне помочь, Селия. Только скажите, что делать. Ты должна мне помочь найти свидетелей. Любых, Селия. Все должно подтвердиться. Лансарота Ниньи – убийца. Он не проиграл ни одного процесса, Лансарота. Это мой лучший адвокат. Твой случай очень непростой, Лансарота. Так что не беспокойся. Очень скоро ты выйдешь на свободу. Мне не нужен адвокат. Если полиция докажет, что я убил Бабилонию, я хочу заплатить за свою вину. Пусть меня посадят, пусть моя жизнь закончится в тюрьме. Без его помощи, Элехандро, дело пойдет труднее. Доктор, Лансарота слишком растерян. Это обвинение повергло его в шок. Я не хочу, чтобы вы меня защищали. Я с ним поговорю. А я побеседую с комиссаром. Хочется познакомиться с делом, посмотреть показания. С вашего позволения. Пожалуйста. Не сдавайся, Лансарота. Ты не должен думать, будто твоя жизнь бессмысленна и ничего не стоит. Я не знаю, на что я способен. Я пытаюсь представить, как убивал. Как бил женщину по лицу, которого даже не помню. Я насиловал, убивал. Я боюсь себя. Я избавлю тебя от мучений, мой мальчик. Мне не нужна твоя помощь. Я не могу быть на свободе, зная, что опасен для общества. Что во мне есть что-то, что может превратить меня в убийцу. Понимаешь? Понимаю. Я понимаю, что ты не заслуживаешь этого. Ты должен жить, Лансарота. Не помогай мне, Элехандро. Не втягивай себя в этот ужасный скандал. Живи своей жизнью. Моя жизнь – это ты. Я строила планы для нас обоих. Даже если мне придется сдвинуть горы, использовать все свое влияние, пойти против твоего желания, я это сделаю, мой мальчик. Я сделаю из тебя человека. Поверь мне, я вытащу тебя отсюда. Я с тобой. Чего тебе? Вы, кажется, поругались. Да, я просто немного погорячился и даже нагрубил. Но вы не думайте, ничего не произошло. Все в порядке, успокойтесь. Я ничего не думаю. Просто у тебя руки дрожат. Пустяки. Он нервничает, потому что я поставил его к другой печи. Так вот в чем дело. Неужели ты так дорожишь своей работой, короче? По-моему, вы выдумываете то, чего на самом деле нет. Послушай, скажи, наконец, зачем ты пришел? Чего ты хочешь? Я пришел за ним. Рабочие сказали мне, что он здесь. Зачем я тебе понадобился? Честно говоря, я понятия не имею. Зачем тебя вызывает Дон Пио? Ребенок спасен? Да, все в порядке. Обследование показало, что мой ребенок хорошо развивается. Без всякой патологии. Если хочешь, я покажу снимки. Ты все можешь подделать. Пока я не увижу, что твой живот растет, я не поверю твоим сказкам. Произошел несчастный случай. Я упала с лестницы. У меня началось кровотечение. Но, слава Богу, мой ребенок жив. Я тебя не выгонял. Ты будешь жить в этом доме вместе со своей матерью. Но при одном условии. Ты выйдешь замуж за Ренока и родишь ребенка, которого вы зачали. Он был со мной. Он все время был в больнице. Да. Но счета оплачиваю я. Так что сделай должение. Выходи замуж за Ренока побыстрее. Пусть он не маячит на пути у Хисуса и Лавизны. С тех пор, как я согласилась забеременеть, я делаю все возможное, чтобы доставить тебе удовольствие. Я знаю, что Ренока в конце концов женится на мне. Выходи замуж и роди ребенка. Это твой единственный шанс, чтобы я записал тебя в наследницы. Пио хочет, чтобы Лавизна жила в его доме. Таким образом, он сможет делать со мной все, что ему заблагорассудится. Крестная, только вы сможете убедить Лавизну в том, что этот брак станет большой ошибкой. Она не может выйти за инженера. Я не знаю, как ей объяснить. Она считает, что у нее нет выхода. Ее брак не спасет нас от коварства этого дьявола, крестная. Никто не смеет противоречить Пио. Крестная. Крестная. Серия, дочка, я хотела тебе позвонить. Сальвахи рассказала, что беднягу Лансарота арестовали. Нашли беднягу. Этот негодяй убил мою сестру. Но доказательств нет, Серия. По-твоему, тех вещей, которые нашли во дворе дома Гоаси Пати, недостаточно? Селия их узнала. Вы должны помочь мне. И опознать его. Успокойся, дочка. Позволь мне хотя бы поговорить с ним. О чем с ним разговаривать, крестная? Кто ничего не должен, тому нечего бояться. Не зря он прятался в доме генеральши. Не зря поменял имя. Вы его не знаете. Он настоящий садист. Ради Бога, Сирия. Это глупо. Он любил Бабилонию. И убил ее. А потом умасливал меня красивыми словами. Обольщал. Поэтому я и отдалась ему. Я стала его женщиной. Потому что поверила в его любовь. Посмотрите, что он со мной сделал, крестная. Я отдалась убийце. Почему он так со мной поступил? Чего он хотел? Убить меня так же, как сестру? Успокойся, дочка. Тебе надо справиться с этой ненавистью. Потому что ты можешь сделать большую ошибку. Я знаю, Лансароте. Этот парень никого не смог бы убить. Тем более Бабилонию. Он любил ее. Крестные права Сирии. Не забывай, Бабилония была в доме Пио Эриса в тот день, когда ее похитили. К всему виной этот человек. Нет. Пожалуйста, приди в себя. Я пойду с тобой в полицию. Но сначала дай мне поговорить с ним. Я не хочу, чтобы вы его защищали, крестная. Я сделаю все, чтобы Лансароте не горел в аду. Луис, как дела? Привет, Патрио. Ну вот, приятель, слава Богу, ребенка спасли. Он дома и скоро станет чемпионом. Здорово, я очень рад. Но за ним нужно присматривать. Доктор прописал ему диету, много витаминов, лекарств. Они необходимы для того, чтобы ребенок рос здоровым и сильным. Чтобы ничего такого больше не повторилось. Правда, маленький? Нет, нет. Ты себе даже не представляешь, сколько всего нам прописали. И все из-за твоей никчемной жены. Идем, Монолита. Я отведу тебя в твою комнату. Идем со мной. Пошли, дружок. По дороге сюда. Я спрашивал в аптеках про цены на лекарства. У тебя волосы дыбом станут, когда ты узнаешь, сколько денег мне придется выложить. Что ж ты будешь делать? С работы тебя уволили. Жена тебя обворовала. Плюс телевизор и деньги, которые ты должен гвасипать. За кучу месяцев. Как ты будешь выкручиваться? Ты должен был выкручиваться. Постой минутку, не перевеличивай. Я задолжал совсем немного после ранения. И потом прошло всего несколько месяцев. Но долг отдавать надо по трех. И обязательно. Прибавь к этому деньги на жену и детей. Я не знаю, как ты выкрутишься. А, слушай, приятель. Ты хочешь, чтобы я совсем пал духом? Чтоб я расклеился? Ты должен заплатить долг. Иначе хуже всех будет гвасипати. А тут еще я остался без работы. Меня уволили. Деньги, которые у меня оставались, я потратил на пансион, где мы жили с Солидаром. Деньги я как-нибудь заработаю. И гость, и пати должен это понять. Сейчас самое главное мой сын. Я не могу его бросить. Не знаю. Что-нибудь придумаю. Не знаю. О деньгах не беспокойся, патрио. Я уже все обдумала. Я буду торговать выпечкой. У меня даже место уже есть. Недавно один сеньор, хозяин дорогого ресторана, предложил мне заняться сладкими блюдами. Тогда я не согласилась, а теперь поговорю с ним. Я уверена, он меня не обидит. Нет, нет, извини, Конкордио. Я не могу повесить на тебя свои долги. Патрио, ты помоги торговать выпечкой. Да, конечно, я могу и помочь, но... Не волнуйся, патрио, я все решила. Я помогу тебе не только продуктами и лекарствами для Монолита. Понимаешь, я... ...по-настоящему привязалась к твоему сынишке. Элоэ что-то подозревает. Ловизна очень разволновалась. Этот тип не дурак. Ну почему король металл решил поговорить с каруачи? Зайдите. Заходите! Послушай, Феррер, прежде чем ты что-то скажешь, я хочу тебя предупредить. Ты не женишься на ловизне, потому что я этого не хочу. Риноко, я хочу с тобой поговорить, и речь идет не о ловизне, а о ребенке, которого ждет Диаманта. Ты еще раз хочешь напомнить мне об ответственности? Риноко, я хочу быть с тобой откровенным. Я много думал над тем, почему ты не хочешь признать ребенка Диаманта. Я даже пытался вспомнить, когда я в последний раз спал с ней. Ну и как, сроки совпадают? Теперь и ты чувствуешь ответственность за ее ребенка? Нет, я совершенно уверен, что в то время у нас не было близости. Мы с ней порвали, Риноко. Я к ней даже не притрагивался. Отлично, значит, придется поискать отца в другом месте. Риноко, Диаманта не шлюха. Я знаю, в своем стремлении заполучить ловизну, ты не сумел разглядеть, какие чувства испытывает к тебе Диаманта. Это каприз. Я игрушка, которую ей не дали. У тебя точно такие же чувства к ловизне. Это не правда. Правда в том, что положение Диаманта очень опасно. Она может потерять ребенка. А почему ты уверен, что это мой ребенок? Перестань, Риноко. Сама ловизна видела вас вместе. И потом, зачем Диаманта станет выдумывать такие вещи? Чтобы добиться своих целей. И твоих тоже. Ладно, Риноко, я вижу, что бесполезно заставлять тебя жениться на Диаманта. Но самое странное для меня в другом. Я не могу понять, как ты, мой брат, который всегда ценил честность и значение кровного родства, оказался не способен признать своего собственного ребенка. Если она убедит меня в том, что это мой ребенок, я его признаю. Есть разные способы. Да. Способы есть, и я хочу увидеть анализы, доказывающие мое отцовство. Представьте доказательства, и я признаю ребенку. Ты потерял свои лучшие годы, Карвачи. Где ты жил все это время? Далеко от Гуаяны. А где не важно? Представь себе, это важно. Я обязан ознакомиться с личным делом каждого рабочего комбината. Насколько мне известно, в твоем деле многие страницы отсутствуют. А что вас интересует? Более того, я понятия не имею, почему я здесь и зачем Дон Пио пригласил меня к тебе. Дело в том, что Дон Пио тебя очень ценит. Поэтому он и приказал мне тебя привезти. Ты очень странный тип. Из тех, кто что-то скрывает и никогда не смотрит в глаза. Никогда не смотрит в глаза тому, с кем говорит. Довольно. Что нас нашло? Что вы меня тестируете? Я ухожу. Я не знаю, зачем вы меня сюда привезли. Что здесь происходит, Карвачи? Ничего, Дон Пио. Карвачи. Я очень рад видеть тебя в своем доме. Моя личная жизнь касается только меня. Я никому не обязана ничего объяснять. И еще. Дон Пио, меня привезли к вам насильно. Я не знаю, чем обидел тебя Элой, но мне кажется, мы сможем это уладить. Дон Пио, я никогда... Помолчи. Ты мне больше не нужен, можешь идти. Встреча с вами не доставляет мне удовольствия, так что говорите побыстрее, и я уйду. Я позвал тебя, потому что нам нужно поговорить. Мне бы хотелось, чтобы ты остался на обед и начал привыкать к этому дому. Из-за этого проклятого Карвачи Дон Пио сделал мне замечание. У короля сложный характер. Когда человек думает, что оказал ему услугу, и пытается с ним сблизиться, он тут же его обрывает. Помимо охраны, которую мы к нему представили, я хочу, чтобы ты за ним проследил, Герреро. Посмотри, с какими людьми он встречается, с кем разговаривает, что делает в течение дня, где и чем питается. Узнай всю его жизнь. Если получится, выкради у него документы. Я хочу знать прошлое Карвачи Дон Рио. Когда он приходит в бар Сапуара, то остается там надолго. Мне даже пришлось поставить там своего человека. Иногда он часами не выходит из бара. Этот Карвачи темная лошадка. Не знаю, но он мне не нравится. По-моему, он что-то скрывает. И Дону Пио будет интересно об этом узнать. Он прятался в доме генеральши, комиссар. Лансаротто Ниньи жил у нее под именем Орландо Рейсио. Господи, не могу поверить. Сенера Муранта, абсолютно все доказательства говорят о том, что Лансаротто Ниньо виновен в гибели Бабелонии. Но ведь он любил ее. Он обманывал ее крестное. Дочка. Убийцу выдает злобный взгляд. Лансаротто часто приходил сюда пообедать и поговорить. Он всегда улыбался, шутил. Он добрый, наивный парень. Поверьте мне, он не мог обидеть никого. Улики, найденные в доме семьи Патинио, говорят против него. Кроме того, показания Луиса, который слышал, как он говорил, что отомстит Бабелонии. Одну минутку, погодите, это неправда. Прежде чем уйти, Лансаротто сказал Луису, что не забудет, как Бабелония пренебрегла им ради Элоэ Кардоса. Но это... Он никогда не говорил, что отомстит твоей сестре. Вполне естественно, что моя сестра выбрала Элоэ. Лансаротто ее преследовала, она не захотела иметь с ним отношений. Он ей нравился, просто она боялась в него влюбиться, ведь Лансаротто был бедным. Вы сами не понимаете, что говорите. Ты отлично знаешь, что я права. Тебе известно, как любила деньги Бабелония. Синьор Мранто, Лансаротто Ниньо не отказался ни от одного из обвинений. Больше того, он хочет получить срок. Неужели он не будет защищаться, комиссар? Крестный, что вы делаете? То, на что ты не способна. Я стараюсь быть объективной. Мне необходимо поговорить с этим юношей. Пусть он сам скажет, что совершил убийство. Пусть признается, глядя мне в глаза. Я хорошо его знаю. Только я могу сказать, обманывает он или нет. Хорошо, пожалуйста. Проводите синьору Клансаротто. Дочка. Я тоже любила Бабелонию. Она была моей крестницей, не забывая об этом. Не знаю, что собирается делать Мурланд, комиссар, но я прошу вас наказать убийцу по всей строгости закона. Что все это значит, комиссар? Я требую освободить Орландо, Россию и немедленно. Орландо, я не собираюсь ни в чем тебя обвинять. Я только хочу, чтобы ты подумал над моими словами. В конце концов, я... Твой старший брат. Феррер. Мой старший брат давно умер. Он никогда не соперничал бы со мной из-за девушки, которую я люблю. Так распорядилась судьба. Мы оба повстречали одну и ту же девушку. Она тебя не любит, Феррер. Она меня полюбит, Ориноко. Полюбит, потому что я сделаю ее счастливой. Я боготворю ее. Я подарю ей весь мир. Только бы она ответила мне взаимностью. Она любит меня. Просто обстоятельства развели нас. Все говорит в мою пользу, Ориноко. Послушай, ты скоро станешь отцом. А я свободу мужчина. Я подарю ловизне мир, о котором она даже мечтать не сможет, оставшись с тобой. Да, ты сможешь с ней сблизиться. Ты сможешь до нее дотронуться. Возможно, ты даже ее поцелуешь. Но когда это случится, ты убедишься, что она будет думать обо мне. Вспоминать мои поцелуи. Чувство, которое она испытала со мной. Все, что мы пережили. Я сделаю все, чтобы ловизна меня полюбила. Вот видишь. Ты добьешься одного. Сделаешь ее несчастной. Ты сломаешь ее так же, как все, к чему ты притрагиваешься. Дай бог, чтобы ты действительно любил ее. Дай бог, чтобы тебе хватило мужества дать ей возможность самой решать, с кем остаться. Ринок, я докажу тебе, что ловизна полюбит меня гораздо сильнее, чем тебя. И запомни хорошенько. Она останется со мной. Устраивайся поудобнее. Выпьешь что-нибудь? Мне ничего не нужно. Я не буду с вами обедать. Мне непонятно твое отношение. Я только хочу оказать тебе внимание и поговорить о делах семьи. Что вы имеете в виду, когда говорите о семье? Ты племянник ловизны. Ловизна выходит замуж за Хисуса. Они переедут жить в этот дом. И я бы хотел, чтобы ты тоже сюда переехал. У вас нет совести. Как вы могли додуматься до того, что мы с ловизной переедем в дом к человеку, который виноват в несчастьях нашей семьи? Все совсем не так. Меня оболгали. Твой дед был моим другом, и если бы... не некоторые обстоятельства, он был бы моим компаньоном. Вы меня не переубедите, Дон Пьёв. Я испытываю к вам слишком большую ненависть. И если я ничего не предпринимал против вас, то только потому, что верю в судьбу. Я знаю, что когда-нибудь вы будете наказаны. Луис очень расстроен, солидат. Сейчас он разговаривает с патриолом в доме Гуаси Пати. Что между вами произошло? Вы повздорили, поругались? Я сама не знаю. Я не знаю, повздорили мы или поругались. Но почему он там, а ты здесь? Я ждала его в пенсионе, но он не пришёл. Почему? Мы зашли в Сапуару. Я хотела подождать крёстную, потому что она уехала в дом к королю, а ловизне было плохо. Луис обиделся. Он хотел, чтобы я пошла с ним, но я не могла уйти и бросить её в таком состоянии. Неужели он не мог понять тебя? Мы все очень волновались, беспокоились, потому что похитили ловизну и моего брата. Зачем же крёстная поехала домой к королю? Она хотела его расспросить. Крёстная думала, что похищение Хуана Перинчи и ловизны дело рук короля. Только я знала, зачем она едет к нему домой. Как же я могла уйти с Луисом и бросить ловизну одну? Луис, слишком несправедлив к тебе. Я пыталась ему объяснить, но это бесполезно. Он зашёл в пансион, забрал свои вещи и ушёл. Не оставив даже записки, он меня бросил. Послушай, солидат, придёт время, и этот тип снова к тебе вернётся. Но ты будь построже, не принимай его, иначе он и дальше будет играть на твоих чувствах. Он будет использовать меня. Поговори с ним, солидат. Прекрати эту связь. Нет, Конкордия, я не смогу. Подружка, поплачь сейчас со мной. Но не унижайся перед ним, пожалуйста, не надо. А как себя чувствует мальчик? Он всё ещё слабенький, но поправится. Я сделаю всё, чтобы ему стало лучше. Ради него я продолжаю общаться с Патриом. О, Семенгель, любимый. Дорогой. Сеньёры на вас смотрят. Ты приехал за мной? Неужели ты думала, что я не приеду? Я не могу жить без тебя. Я так скучала по тебе. Послушайте, вы ещё не женаты. Но очень скоро это произойдёт, тесть. Он назвал тебя тестем. Только не вздумай называть Йокром Хосе Ангеле Андуэсу. Всё будет хорошо, Госипет. Мама вас ждёт. А твой отец? И он тоже. Мы, родители, смирились с нашими отношениями. Вот и видишь, мы будем очень счастливы. Обещаю тебе. Ну, что ж, тогда поехали. Да. Подождите немного. Сначала я должна сделать одну вещь. Папа, подними правую руку. Зачем? Папа, подними. Я хочу, чтобы ты поклялся. Чтобы ты пообещал мне вести себя хорошо. Не делать никаких глупостей. И не пить лишнего. Сальвахи, пожалуйста. Хосе Мигель. Папа, пожалуйста. Пообещай мне. Хорошо, дочка. Я клянусь. Клянусь. В присутствии сына сеньора Андуэсы. Главы компании Андуэсы в столице республики. И торжественно обещаю не делать глупостей. Папа, спасибо. Ну, можно ехать. По-моему, да. Почему ты смотришь на меня с такой растерянностью? Со мной ты можешь говорить откровенно, Лансарото. Вы знали меня раньше, сеньора? Конечно, я знаю тебя. Мы знакомы много лет. Я вас не помню. Я ничего и никого не помню. Сынок, я понимаю, в каком ты состоянии. Ты чувствуешь себя загнанным. Но скоро все разрешится. Я знаю, это клевета. Я не верю, что такой добрый парень, как ты, мог убить Бабелонию. Вы ее тоже знали? Да что с тобой происходит, Лансарото? Зачем ты прикидываешься незнакомцам? Вы мне не верите. Я вас не помню, сеньора. Я потерял память. Что? Да. Я ничего не помню о себе до того, как познакомился с генеральшей. Это она дала мне имя. Орландо Рейсио. Сири мне говорила. Вы и Сирию знаете? Ну, конечно, она ведь сестра Бабелонии. Сеньора. Сынок. Я надеюсь, что ты меня не обманываешь. Нет, нет. Послушайте, клянусь вам всеми святыми, я говорю правду. Я ничего не помню. Я не знаю. Может быть, во мне действительно сидит убийца. Если, несмотря на свою большую любовь к Сирии, я оказался способен убить ее сестру. Боже мой, милосердно. Если это правда, сеньора, то пусть меня похоронят в тюрьме. Я готов заплатить жизнью и смертью за свое преступление. Сынок. Лансарота, которого я знала, любил Бабелонию. Он жить без нее не мог. У него никогда не было дурных мыслей на ее счет. Тогда помогите мне вспомнить. Пожалуйста. Расскажите мне о Бабелонии. Расскажите мне. Обо мне. О Сирии. Я люблю ее больше всех на свете. Она не случайно изменила имя Лансарота на Орландо Рессио, комиссар. Вы его сообщница. Что позволяет себе эта девка? Выбирай выражение. Успокойтесь. Она прятала его в своем доме. Она никуда его не упускала. Все это неспроста. Да она сумасшедшая, комиссар. Если Орландо Рессио и похож на этого убийцу, то только потому, что на свете много похожих людей. Орландо – это Лансарота. Ты не в себе из-за убийства сестры. Тебе нужно найти виноватого. Орландо Рессио должен быть освобожден. Немедленно, чего бы это ни стоило. Не верьте ей, комиссар, она лжет. Эта женщина то и ей делом не угрожает. Она любовница Лансарота. Идем, дочка, пойдем домой. Да, прошу вас, сеньора Мурата. Комиссар, не выпускайте этого человека, пожалуйста. Правильно, уберите отсюда эту сумасшедшую. Выбирайте выражение, сеньора. Вы не имеете морального права судить людей. Господь будет вершить справедливость. Этот день станет роковым для всех, у кого руки в крови. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok